Пенсионерка Равганият Канбулатова никак не может решить спор с налоговой. Женщина несколько лет назад открыла ИП, но предпринимательством так и не занялась. При этом долги все равно накопились, и их начали взыскивать в принудительном порядке. Пошла в судебную приставу, вот так у меня, вот так, вот так. А она говорит мне, вам надо подойти налоговым. Пошла налоговую, я говорю, вот так-то верните мои деньги. А мне говорят, у вас открытое ИП осталось. Судебный предприниматель, вы в налоговой встали на учет, и получается, вы считаетесь работающим. И вы должны стартовые взносы туда, отчеты сдавать. Дмитрий Луканин рассказал депутатам про проект «Лыжам быть», который он хотел бы реализовать совместно с коголымскими спортсменами-активистами. Концепция предусматривает развитие лыжного спорта в левобережной части города. И у них почему-то вот глаз упал на Зайчью гору. Это район поселка, и они из города добираются зимой до Зайчьей горы и пытаются там что-то вручную изобразить. Андрей Ковальский отметил, что поддержка спортивных инициатив – один из приоритетов работы депутатского корпуса. Поэтому подобные проекты городу необходимы. Совместный прием Инны Лосева и Андрея Ковальского длился несколько часов. Вопросы рассмотрели разные. Найти ответы на многие из них удалось на месте. На решение других необходимо время. Обратиться за консультацией к депутатам может каждый. Прием по личным вопросам единороссами организован каждую неделю. Запись по телефону 2-18-40. Павел Евдокимов, Николай Сапожников. Специально для новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова